Он не Дед Мороз, но к праздничному настроению в прямом смысле прикладывает руку. Вот уже более 30 лет Михаил Кузьмин трудится электромонтером в Самаро-Горсвет. В последние 10 лет в преддверии новогодних праздников он вместе с коллегами украшает город, зажигает огни. В первую очередь работники муниципального предприятия монтируют светодиодные гирлянды на деревьях и устанавливают консоли на опоры освещения. С самого утра сегодня работа кипит в сквере на пересечении Новой вокзальной и Победы, где светящийся наряд требуется для 70 деревьев. Длина одной гирлянды 15-20 метров. На ствол, который предварительно опиливают, удаляя сухие ветки, в зависимости от его толщины, вешают от 3 до 7 таких гирлянд. На дно дерева у бригады уходит от 15 минут до получаса. Треть таких светодиодных гирлянд уже разместили на деревьях в разных районах Самары. Люди проходят, спрашивают, что праздник скоро, Новый год, ну да. Радуются люди. Сам едешь вечером или ночью на машине, душа радуется, красиво добавляется каждым годом, конечно. И площадь охватывает в Самаре все больше и больше. Красивых улиц. Знаете, у нас объектов сколько. Мы подготавливаем, но включать мы еще пока не будем. Впрочем, сразу после завершения монтажа на том или ином участке проводится тестовое включение, чтобы убедиться, что затем все будет работать без сбоев. Стартовала сборка каркаса и для самой большой светодинамической композиции, которая уже традиционно разместится на склоне у площади Славы. Верхний ярус собран в грядущий четверг, приступят к монтажу остальных каркасных деталей. Продолжается установка праздничных элементов на площади Революции на улице Куйбышева. Здесь иллюминация дополнит новые световые опоры. Их стало больше, поэтому предусмотрели закупку дополнительной партии консолей в виде диадем, идентичных уже имеющимся. Все украшения эргономичны и потребляют минимум электроэнергии. С каждым годом становится все больше и больше. В этом году еще купили очень много иллюминаций на всех общественных пространствах, которые в этом году были отремонтированы по комфортной городской среде, как бы другой программе. В этом году здесь ставим иллюминацию на вертолетной площадке, на фабрике кухни. На вертолетке много разных иллюминаций, там и шишки светящиеся, и подарочки. Новая иллюминация появится и рядом с Дворцом спорта. Здесь планируется разместить новую инсталляцию коньки. Также новые украшения сделают еще более привлекательным облик сквера Аксаковых, где будет сказочное световое дерево. Сквер о памяти борцов революции. Здесь планируется установить элеменционную фигуру в форме елки и в других общественных пространствах, которые преобразились благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда». Старые украшения тоже будут использовать при необходимости, предварительно отремонтировав. Сейчас восстановительные работы уже завершаются. В декабре все монтажные работы планируются завершить. И Самара загорится сотнями тысяч ярких огней. Мария Левна, Григорий Плешаков. События.